Здравствуйте! В эфире программа «Спорт-ревью» с очередными рекордами, победами и медалями наших спортсменов как на домашней арене, так и за рубежом. О самых интересных событиях прошедшей недели в сегодняшнем выпуске. Чемпионский титул на европейском ринге заработал терраспольчанин Влад Цугуй. Это уже второе достижение нашего спортсмена на официальной арене 2013 года. Молодежная сборная Молдовы продолжает бороться за выход в основную стадию Евро-2015. За минувшую неделю молдавская команда одержала две весомые победы в Тирасполе. А молдавские волейболисты открыли сезон финалом Кубка Четырех. Впервые турнир прошел в Тирасполе с участием двух приднестровских клубов. Популярности пауэрлифтинга могут позавидовать представители многих олимпийских дисциплин. На мировом помосте в Киеве успешно выступили и спортсмены из Приднестровья. В понедельник сборная Молдовы по боксу вернулась домой с юниорского чемпионата Европы, который завершился в Анапе. В составе молдавской команды на ринге боксировали и приднестровские спортсмены Артур Куделин, Владислав Гуменюк и Владислав Цугуй. Вчера государственная служба по спорту организовала торжественную встречу нашей команде по особому поводу. Единственным боксером в составе сборной Молдовы, завоевавшим золотую медаль на чемпионате Европы, стал терраспольчанин Владислав Цугуй. В начале государственной службы спорта Иван Тимотин поздравил чемпиона в родных стенах. Стоит отметить, что в континентальном первенстве среди юниоров приняли участие представители 27 стран. А чтобы завоевать титул чемпиона на российском ринге, каждому боксеру необходимо было провести по четыре боя и во всех одержать победы. В сборную Молдовы представляло 8 человек. Три из них из Приднестровья. Гуменюк и Цугуй являются бойцами, которые не в первый раз выезжают на чемпионаты мира и чемпионаты Европы по боксу. То есть на них основная ставка делалась. Терраспольчанин Владислав Гуменюк выступал в весовой категории до 66 килограммов. В первом бою с соперником из Румынии наш боксер завершил поединок нокдауном. Но в следующем матче за выход в полуфинал уступил представителю Грузии. А в итоговом протоколе Владислав Гуменюк занял пятое место. Судьи дали мне, а компьютер выбил моих судей. Вот так получилось, что я проиграл. Но ничего страшного. Будем стараться. У нас впереди чемпионат мира. И все же основная тренерская ставка на призера чемпионата мира в итоге оправдала себя. В весовой категории до 60 килограммов терраспольчанин Влад Сугуй уверенно обошел соперников из Ирландии, Болгарии, Украины и вышел в финал. В решающем бою против россиянина Вахида Асабова терраспольский боксер одержал уверенную победу и стал чемпионом Европы. Я боксировал там 4 боя. Боксировал с ирландцем, с болгаром, с украинцем и с русским. Самый тяжелый бой оказался с русским. Но я выиграл уверенно его 3-0. Чемпион Европы Влад Сугуй повторил успех наших боксеров Александра Рыжкана и Максима Постойка в континентальном первенстве. И по праву разделил свою победу с тренером Вячеславом Улиткой. Теперь главная цель столичных боксеров завоевать путевки на юношескую олимпиаду 2014 года, которая пройдет в китайском Нанкине. Для этого необходимо подтвердить свои успехи на молодежном ринге чемпионата мира в Болгарии в апреле будущего года. А тем временем в большом футболе вчера определились последние участники чемпионата мира, представляющие Европу. Сборная России получила право выступать на Мундиале, завоевав первое место в своей отборочной группе. А Украине предстояло преодолеть ситостыковых матчей. После домашней победы в два мяча желто-синие поверили в собственный успех. Но матч во Франции стал холодным душем для украинской сборной. Дубль Мамаду Сахо и мяч Карима Бензима позволил французам победить по сумме двух матчей 3-2 и отобраться на мировое первенство. Также стыковые матчи преодолели Португалия, Хорватия и Греция. А у молодежных сборных отборочный этап в самом разгаре. Молдавская команда продолжает бороться за выход в основную стадию. В течение пяти дней подопечные Александра Куртияна провели два матча в Тирасполе. Не пропустила эти события и наша съемочная группа. На отборочные матчи чемпионата Европы в расположении сборной были вызваны четверо преднестровцев. Три представителя футбольного клуба «Тирасполь» – Игорь Дима, Юрий Мырза и Вадим Раца, а также Александр Большаков из «Шерифа» вышли на поле в домашних поединках. В первом сборной Молдовы предстояло преодолеть защитные редуты Сан-Марина. Карликовое государство в этом отборочном цикле забивает по большим праздникам. А потому перед началом матча возникал только один вопрос – сколько забьют молдаване? Не успел раздаться стартовый свисток, как молдавская молодежка провела потенциально голевую атаку. Однако Николай Милинчану не стал расстраивать гостей и на 10-й секунде пробил прямо во вратаря. Следующим огорчить соперника мог Вадим Раца. Его удар пришелся рядом со штангой. Давление молдаван завершилось забитым мячом в конце тайма, который судьи справедливо отменили из-за офсайда. У нас в первом тайме была вот такая темповая, мы все бежали вперед и не могли все мяч остановить. А с такими командами нужно наоборот более рассудительно, более добавить рассудка. Нужно где-то остановиться, где-то пас лучше отдать. Во второй половине игры молдавская молодежка не стала откладывать голы в долгий ящик. Первый мяч, откликнувшись на верховую передачу, записал на свой счет Игорь Дима. Следующим на табло отметился вышедший на замену Ион Урсу. Нападающий Вереса буквально затолкал снаряд в гостевые ворота. Итоговый счет устроил обоих тренеров. Молдова набрала очередные три очка, а Сан-Марина много не пропустила. Поздравляю команду Молдовы с победой. Несмотря на два пропущенных гола, я считаю, что сборная Сан-Марина сыграла один из своих лучших матчей за последнее время. Игра была непростая, потому что нам нужно было играть первым номером. Это нужно в два раза больше усилий прилагать. Где-то получалось, где-то нет. В целом мы, естественно, смотрелись лучше. Я думаю, что победа заслуженная. После победы над Сан-Марина молодежная сборная Молдовы набрала 10 очков и теперь делит второе место с Уэльцем. В случае успеха в матче с Литвой молдавская молодежка продолжит борьбу за выход в финальную часть чемпионата Европы. Уже на третьей минуте встречи с поля был удален полузащитник сборной Литвы Даниэль Гуневич. Воспользовавшись ситуацией, молодежная сборная Молдовы реализовала численное преимущество в конце тайма. Игорь Дима вышел один на один с фратарем и отправил мяч точно в сетку. При такой игре, когда на второй-третьей минуте выгоняется один игрок, уже, как сказать, уже становимся сразу слабее. В начале второго тайма хозяева удвоили преимущество. Игорь Дима отдал великолепную передачу с левого фланга, а Николай Меленчан успешно ее завершил. В концовке матча сборная Молдовы довела счет до крупного, а Николай Меленчану оформил дубль. 3-0 – уверенная победа молдавской молодежки. «Очень приятно слышать очередные три очка. Для нас благоприятно сложилось сначала матч удаление было. Ну и все равно очень большое спасибо хочу сказать ребятам, потому что то, что мы хотели сделать, планировали сделать, мы делали. И самое важное, что мы смогли перестроиться при удалении Литвы, когда они стали играть более оборонительно, мы смогли перестроиться как нужно». Таким образом сборная Молдовы вышла на второе место, а лидирует в первой отборочной группе сборная Англии. Уэльс имеет одну игру в запасе, но отстает от Молдовы всего лишь на три очка. В минувший уикенд промышленный техникум в Тирасполе стал местом, где собрались сильнейшие волейбольные клубы Молдовы. Впервые финал четырех Кубка страны состоялся в столице Приднестровья. Среди четверки лучших два представителя Тирасполя – «Автомобилист» и «Динамо». Среди четверки лучших два представителя Тираспольского волейбола – «Автомобилист» и «Динамо». Команды укрепились легионерами, подтянули молодежь и готовы в новом сезоне бороться за самые высокие места. «Это значит, во-первых, что в Приднестровье есть волейбол, и есть волейбол очень серьезный. Вы сами видите, матч за третье-четвертое место команда «Автомобилист» собрала хорошую команду легионеров, ну и команда «Динамо» Тирасполь. Поэтому Кубок сегодня проходит здесь впервые. Нам очень приятно это, и всем, наверное, болельщикам волейбола». Первыми на площадку вышли «Автомобилист» и «Кишиневский УСМ Баставан». В полуфинальных матчах оба клуба проиграли признанным лидером, и вочные встречи должны были решить судьбу бронзовых медалей. В первом сете наша команда допускала много невынужденных ошибок, что сказалось и на его результате. Вторая партия ознаменовала равную игру. Команды не отпускали друг друга в счете. И только 31-е очко на тайбреке принесло победу в сете терраспольчанам. На «Кураже» «Автомобилист» успешно повел в игре, имея в активе 6 очков. Но дожать соперника не удалось. УСМ вырвал победу в этой и последующей партии, а вместе с ними и бронзовые медали Кубка Молдовы. «Команда «Автомобилист» собрана из хороших игроков была здесь, поэтому они, может быть, не так сыграли в полную силу. А наша команда тренировалась уже 4 месяца и готова к этим была играм. Мы думали, что будет еще сложнее. Там просто были моменты везения в нашу сторону. А там, в принципе, ребята сыграли хорошо. Я доволен результатом игры и командой». В финале встретились два «Динамо» – Терраспольская и Кишиневская. На протяжении трех лет в молдавском волейболе им нет равных. В первой партии на площадке доминировали хозяева. Терраспольчане сломили противника мощной атакой и убедительным блоком 25-20. Но во втором сете сильнее оказались гости из Кишинева. Команды словно поменялись местами. «Динамо МАИ» перехватила инициативу и завершила партию в свою пользу 25-19. «Соперник сыграл так здорово, насколько мы ему позволили. Впредь просто нам нужно не позволять, наверное, сопернику так здорово играть». В третьем отрезке Кишиневская «Динамо» вышла вперед по сетам. Чувствовалась сыгранность всех звеньев и отлаженная техника нападения. А четвертую партию увереннее начали терраспольчане. Плюс четыре к первому техническому тайм-ауту. И все-таки наши волейболисты не смогли удержать преимущество. В концовке гости были на шаг точнее и добились важной победы – 25-23 и 3-1 в серии. Таким образом, Кишиневская «Динамо МАИ» стала двукратным обладателем Кубка Молдовы. «Хорошая игра, финальная игра. Мы выиграли, я очень рад, что могу сказать. Вернули кубок обратно». «Очень жаль, конечно, что мы не смогли доставить удовольствие сегодня нашим болельщикам. Таких игр бы, конечно, побольше нам, чтобы мы могли более четко видеть, как сегодня свои недостатки. К великому сожалению, сегодня они всплыли и очень наглядно. Во всяком случае, у нас есть над чем работать». А уже через три дня стартует новый сезон чемпионата Молдовы. 23 ноября в Бендерах болельщиков ждет Приднестровское дерби. «Динамо» сыграет на выезде против «Сдюшор-2». Начало матча в 13 часов. А столичный автомобилист попробует взять реванш в Кишиневе в поединке с УСМ «Баставанг». В чемпионате Молдовы по баскетболу столичные клубы заявлены сразу в двух лигах. Но если женская команда пробует силы в высшем дивизионе, то мужской состав ПГУ «Сдюшор-4» уже второй год играет в премьер-лиге. Надеемся, что это временная мира и традиции амбициозного терраспольского баскетбола найдут поддержку для выхода в высший дивизион. А пока отчет о прошедших матчах чемпионатов. Тираспольский клуб ПГУ «Сдюшор-4» стартовал в премьер-лиге домашней победой над командой из Леова 88-54. А во втором туре южной зоны терраспольчане вновь принимали гостей. На этот раз из Кишинева пожаловал клуб «Агроспиранца». «На чемпионат попасть как минимум в финальную четверку, а там уже будем видеть, потому что мы не знаем северные команды». Уже в первой и второй четвертях хозяева площадки обозначили свое преимущество. В стартовой пятерке ПГУ заметно выделялись Дмитрий Лавров и Владимир Андрус, на которых проходили почти все атаки столичной команды. Таким образом, к большому перерыву терраспольчане вели в счете плюс семь. «Нашей игрой я доволен. Хорошо, спасибо, поддержка наших, как считать так, ветеранов. И молодежь чуть помогла, и вот вы увидели. Результат налицо». В третьем отрезке «Агроспиранца» несколько раз вплотную подбиралась к показателю терраспольчан, однако в последние десяти минутки с дюшеровцы вновь заиграли первым номером и добились итоговой победы 81-70. Разочарованный результатом главный тренер Кишиневцев Олег Дикол от послематчевых комментариев отказался. После мужчин на площадку пятой школы вышли команды высшей лиги женского чемпионата. А Суклейская ПГУ Дю США в этом сезоне провела уже три матча. Два из них с фаворитами первенства Политехом и Асэмом. «Молодцы девчонки, что они заявились в этом чемпионате, не побоялись. Для них, я думаю, это главное – участие в этих соревнованиях. А результат сам по себе и подойдет попозже». Стартовый отрезок встречи кишиневская команда использовала для отрыва. После двух четвертей хозяева уступали своим соперницам уже 27 очков. Сказывалась разница в классе и опыте. В оставшееся время разрыв в счете лишь увеличился. Дебютантки не выдержали напора бронзового призера, который в итоге одержал уверенную победу 67-34. «Всего лишь третья игра. Впереди только начало чемпионата. Естественно, что уже проявляются аутсайдеры и фавориты этого чемпионата». Явные аргументы в пользу лидеров были зафиксированы в протоколе матча. А вот необходимый опыт от этой игры суклейские девушки записали на свой счет. «Я очень довольна этим, конечно. Этого мало. К сожалению, победу мы не добились. Но будем стараться». Матч четвертого тура суклейская команда ПГУ Дисуша проведет на выезде 23 ноября против баскетбольного клуба «Сорока Баскет». Очередной тур состоялся и в гонбольном первенстве среди женщин. Наша команда ПГУ Дисуша-1 продолжает победное шествие по чемпионату Молдовы. На этот раз в гости к терраспольчанкам пожаловала Кишиневская Дисуша-2. За матчем наблюдал Вадим Гачков. В начале игры соперницы будто присматривались друг к другу. Больше половины первого тайма команды не могли активизировать атаки, лишь изредка меняя счет на табло. Спустя четверть часа в результативности добавили хозяйки. Но развить успех перерыву не удалось. Гости за три последние минуты забросили больше, чем за весь тайм. И при счете 9-13 отправились на перерыв. Начало у нас очень не удалось. Плохо. Видно, как-то переоценили себя, я не знаю. Вы сами видели, там один на один, мимо ворот, в штангу, куда угодно, только не туда, куда надо. В перерыве Степан Коев нашел нужные слова и для своих подопечных. Команда заиграла в прежнем ключе терраспольского гонбола. Атакующие игроки без особых проблем уходили от защитниц. И реализация снова была на высоте. Наиболее ярко на острее действовала Екатерина Бобой. И по итогу матча стала самой результативной с девятью заброшенными мячами. Во втором тайме мы выровняли. Я старался дать возможность всем поиграть. У нас есть совсем молоденькие девочки, которые это наше будущее. И я давал всем поиграть. Поэтому и такой скачок был, то немножко оторвемся, а потом молодежь наша не имеет такого опыта, допустим, как старшая. Поэтому такая была качеля туда-сюда. Выровняв свою игру, терраспольчанки без труда достигли нужного результата. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу со счетом 32-22. А гости уповали лишь на то, что все в этот день немного не получалось. Проиграли, наверное, потому что были немножко уставшими, немножко испугались. Ну, из-за этого броски немножко не получались и проиграли. В этом туре два матча завершились с одинаковым счетом. Помимо терраспольчанок победы в 10 очков добились гонбалистки Улим-Лимс. А Кишиневская Фемина ровно в два раза превзошла Бельскую академию по заброшенным мячам. Без поражений пока только ПГУ с Дюшор. Терраспольчанки с шестью очками возглавили турнирную таблицу. По 4 балла у Фемина и Улим-Лимс. С Дюшор 2 и Тарпан еще не радовали своих болельщиков набранными очками. В минувшие выходные в Кишиневе состоялся финал командного чемпионата Молдовы среди женщин по настольному теннису. В шестой раз звание чемпиона к республике завоевала команда Дубосарской школы Олимпийского резерва. В победном составе этого года мастер спорта международного класса Ольга Близнец, мастера спорта Алина Сандул и Екатерина Шмыгановская. В чемпионате Молдовы среди ветеранов призерами в двух возрастных категориях стали терраспольские теннисисты. Мастер спорта Александр Фомин завоевал серебро, уступив в категории до 39 лет Владимиру Семипядному. А вот в категории 60 плюс чемпионский титул турнира впервые заработал терраспольчанин Дмитрий Гладковский. В минувшие выходные в Террасполе прошел первый республиканский турнир по кикбоксингу на призы спортивного клуба «Лайфстайл». Соревнования были специально организованы для самых юных файтеров Приднестровья, а чемпионские титулы разыграли спортсмены из Рыбницы Бендер и Террасполя. Возраст спортсменов в первом республиканском турнире не превышал 13 лет. Юные файтеры выступали в разделе «Киклайт». В этом виде программы запрещено наносить удары в полную силу. Самое главное – травму не получить. И проводили турнир в первую очередь для того, чтобы они получили тот бесценный опыт, который в будущем поможет им выступать уже на более взрослых возрастных группах. В первом финальном поединке столкнулись семилетние кикбоксеры. Для Владислава Балана и Владимира Вноченко это был первый официальный бой. С разногласием судей победу одержал Владислав. В весе до 54 килограммов первое место завоевал Александр Баркута, а в противостоянии Никиты Сологуба и Егора Баркуты единогласную победу одержал второй. По итогам турнира оба файтера завоевали путевки на чемпионат Молдовы в своем разделе, который состоится с 20 по 23 декабря. В самом захватывающем поединке турнира столкнулись Юрий Тюряев и Даниил Липский. Файтеры провели равный бой, по итогам которого судьи зафиксировали ничейный результат. В итоге оба бойца получили золото. Во втором и первом раунде у меня плохо получалось. Потом в третьем раунде я начал наносить удары ногами побольше. Ну, победил. Мне очень понравился бой. Противник был достойный. Из-за того, что я набрал много очень баллов, и противник был малого роста, Я сразу ринулся вперед, мне как тренер говорил, ну, надо сначала подумать, а потом уже делать. А наибольший интерес у зрителей вызвала самая юная пара турнира. В категории до 22 килограммов встретились однофамильцы – Захар и Даниил Ковальчуки. С первым ударом гонга оппоненты тут же бросились атаковать, нисколько не заботясь о собственной защите. В таком же ключе прошел и весь поединок, в котором с разногласием судей победу одержал Захар. На волне успеха Ковальчук выиграл и финальный бой с Ильей Хинкевичем. Еще по одной золотой медали на свой счет записали Илья Тягнерядна и Владислав Дюлгер. 5 декабря Федерация кикбоксинга Приднестровья подведет итоги года и наградит сильнейших файтеров нынешнего сезона. В церемонии будут участвовать как взрослые мастера, так и юные бойцы. И в завершении выпуска хорошие новости из столицы Украины. В Киеве состоялся чемпионат мира по пауэрлифтингу по версии GPF. Среди сильнейших людей планеты были и приднестровцы. На украинском помосте наши атлеты представляли столичные клубы «Титан» и «Меркурий». Еще трех спортсменов на первенство мира делегировал Дубосарский клуб «Казачий». Примечательно, что двое приднестровцев установили мировые рекорды в своих возрастных категориях. Это два Александра Напарчук и Семеренко. Причем последний показал лучший силовой коэффициент среди юношей. Василий Мазур, выступавший в состязаниях по становой тяге в открытой возрастной категории, занял второе место в абсолютном первенстве. Интересно, что в категории до 90 килограммов за бронзовую медаль боролись сразу три спортсмена. В третьем подходе Николай Смирный справился с весом в 175 килограммов и завершил выступление на третьем месте. Дубосарская спортсменка Зина Идеофф, выступавшая в весовой категории до 56 килограммов, стала победительницей в любительском безэкипировочном дивизионе. Впереди у наших тяжелоатлетов домашние старты, в которых ожидается не менее интересная командная борьба. 15-й кубок гнестра по пауэрлифтингу пройдет в Бендерском доме культуры «Шелковик» 30 ноября и 1 декабря. А у меня на сегодня все о спорте. Удачи вам и до встречи в программе «Спорт-ревю». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова